чай по-русски в россии чай попал раньше чем в европу но позже чем на восток в шестнадцатом веке небольшие количество чая привозились на русь в виде дорогих подарков от азиатских посланников известно точная дата попадания китайского чая к русскому царю это 1567 год два казачьих атамана петров и ялышев побывавшие в китае попробовали описали этот напиток а также привезли в подарок царю от китайского императора коробочку с дорогим желтым чаем в 1638 году русский посол василий старков привозит в подарок царю от монгольского хана 64 килограмма чая в 1665 году чаем лечили царя алексея михайловича со временем чай добрался до сибири а исследователи восточной части российской империи обнаруживали там повсеместное употребление чая к 17 веку чай в россии пили бояре их приближенные его подавали на царских приемах и в домах богатых купцов в 18 веке к этим категориям добавились дворяне и зажиточные купцы а к 19 веку чай распространился повсеместно изначально чай в россию попадал сухим путем из китая и соседних стран позже с открытием суэцкого канала чай начали поставлять морским путем наши предки знали только зеленый и желтый чай или его без сахара возможно поэтому долгое время чай не пили женщины дырковатый вкус напитка был непривычен в сравнении с традиционными русскими напитками взбитень мед имевшими сладковатый вкус традиция русского чаепития одна из самых сложных для описания за последние 150 лет произошло столько изменений в обществе и укладе жизни что уже непонятно что считать главным в русской традиции питья чая для иностранцев символом русского чаепития считается странный русский самовар ранее использовавшийся для приготовления сбитня самовар питье из блюдец стакан в серебряном подстаканнике это всего лишь внешние черты доступная нам по описаниям классиков и по картинам известных художников прошлого следует отделить техническую сторону приготовления от внутренней душевной сути чаепития по-русски чай в россии с давних пор был поводом для долгой неторопливой и добродушной беседы способом примирения и решения деловых вопросов главное в русском чаепитии кроме чая это общение много чая угощений приятная компания вот составные части чая по-русски современная русская застолье часто состоит из двух частей еда и алкоголь и чай со сладостями так вот чаще именно в чайной они в алкогольной части ведутся разговоры гости придаются приятным воспоминаниям и возникают интересные идеи хозяйка только успевает согревать воду а чай льется рекой и закончившиеся сладости не помеха для его продолжения эта традиция имеет и практический смысл не сладкий чай через некоторое время после обильной пищи помогает пищеварению и гость встает из-за стола посвежевшим и бодрым технический процесс заваривания существует в трех вариантах 1 наиболее русский вода подогревается в самоваре чай заваривается в большом чайнике который ставится на корону верхнюю часть самовара и разливается по чашкам без добавления воды и сахара сладкое принято в этом способе есть в прикуску здесь важен большой объем заварника и прогревания всей посуды в каждой стадии чай не любит прохладу он любит жар во втором способе самовар заменяется чайником а заварник накрывается специальной чайной грелкой чтобы тепло не уходило почти так же как в английской традиции чай не разбавляется водой и сладкое едят в прикуску есть и третий способ имеющий своими корнями бедное советское время чай заваривается крепким и эту заварку разливают по чашкам в которой доливается горячая вода такую же процедуру иногда проводят с участием самовара вместо чайника чай по-русски принято пить когда есть хотя бы полчаса свободного времени не принято перехватить чашку чая и побежать дальше по делам не принято и молчать за столом как это делается в японской или китайской церемонии слишком церемониться и разыгрывать чайное представление как это делают в англии молчание за самоваром расценивается как признак глубокого неуважения к хозяевам дома для русской чайной церемонии принято использовать красный в европейской классификации черный сайлонский индийский или китайский чай зеленые при таком чаепитии не подойдут в русской чайной традиции есть свои устоявшиеся стереотипы которые так или иначе влияют на восприятие чая самими русскими или гостями страны стереотип 1 чай и самовар самовар изобретен для чая и только самоваром возможно настоящее русское чаепитие однако самовар далеко не русское изобретение его принцип использовался еще в древнем риме где в емкость с водой клали раскаленные камни для нагревания позже самовар проник в европу и использовался для нагревания воды известно что петр первый в числе прочих диковин привез из голландии устройство напоминающие современный самовар позже русские мастера изготовили собственный вариант прибора дав ему звучное русское название а с конца 18 века самовары начали изготавливать в туле и на урале таким образом самовар обрусел и был приспособлен под наши нужды сначала для приготовления сбитни а потом воды для заваривания чая надо сказать что широкое распространение самоваров началось только с девятнадцатого века стереотип 2 русские пьют чай из блюдца или из стакана в подстаканнике и то и другое несомненно существовало но было необязательным из блюдца могли пить чай в узком кругу друзей или родственников потому что в такое поведение считалось вульгарным также из блюдца любили пить люди из купеческой среды которые не принимали европейских правил приличия считая их чопорными и надуманными и предлагали собственные правила с которыми гости чувствовали себя уютнее за столом позже эту традицию примерили и мещане копируя разные варианты чаепития смешивая их воедино стереотип 3 для приготовления чая делается заварка а затем разбавляется в чашке кипятком этот обычай появился в послереволюционные годы когда барского чая было вдоволь а как его правильно заваривать знали немногие в эпоху дефицита чай разбавляли водой для экономии этот экономный способ крадет истинный вкус чая превращая ароматный напиток в подкрашенную жидкость для запивания бутербродов стереотип 4 зеленый чай горький для русского чаепития не подходит горьким он может получиться в двух случаях плохой чай или неправильное заваривание правильно заваренный зеленый чай имеет сладковатый вкус и нежный аромат а цвет его очень легкий зеленоватый или желтоватый но не интенсивный а почти прозрачный настаивать зеленый чай не следует нужно сразу начинать его сливать едва залив заварник горячей водой если чай все равно горчит попробуйте сыпать меньше заварки или быстрее выливать готовый напиток еще один стереотип состоит в том что русское чаепитие имело упорядоченный вид на подобие английского такого не было никогда и в этом возможно величайшая ценность чая по-русски чай пили как душе угодно каждом доме были собственные традиции не писанные законы не фиксировали и не сделали русское чаепитие мертвым как это произошло в англии если говорить о сложившейся традиции русского чаепития то можно выделить некий лубочный образ усредненный бренд чая по-русски это самовар пузатый чайник-заварник фарфоровые чашки на блюдцах кусковой сахар и чайные угощения блины пироги ватрушки баранки и прочие сладкие не очень закуски этот купеческо-мещанский способ питья чая и стал считаться русским так как дворянское чаепитие с его копированием английских традиций не может считаться русским чай по-русски принято пить несколько раз в день как правило это 4-6 раз причем в дни постов и зимой чай пили активнее непременный атрибут русского гостеприимства угощение чаем сейчас эта традиция доведена до автоматизма и предполагает кроме чая обязательные разговоры угощение сладким вареньем медом пирогами конфетами и печеньем для гостей в доме держится специальный праздничный сервиз который не принимает участие в будничных чаепитиях тот же сервиз используется в чайной части русских застолий советское время красивый чайный сервиз был показателем статуса хозяев лучшими считались заграничные те которые сложно было найти особенно важно было иметь красивый чайный сервиз дома как противоположность общепитовским стаканом со слабым сладким чаем непонятная иностранцам традиция питья чая из стаканов уходит корнями в семнадцатый и восемнадцатый век в то время чай в трактирах подавали в стаканах потому что европейские чашки и сервизы еще не вошли в моду позже стаканы стали постепенно заменяться чашками но в некоторых семьях было принято использовать такую традиционную посуду вплоть до революции фарфоровые чашки почти везде вытеснили стаканы но в трактирах они все еще оставались чай как грубый мужской напиток подавали в той же посуде что и дешевый алкоголь или смешивали алкоголь с чаем чтобы не обжигать пальцы смастерили подстаканник это было скорее походная железнодорожная посуда которая при любых благоприятных условиях заменялась на фарфоровую или фаянсовую в обязательный список предметов классического русского праздничного чаепития входили самовар или чайник для подогрева воды подставка или поднос для самовара сервис который состоял из заварника чайных пар чашки и блюдца молочника и сахарницы щипцы для рафинада щипцы для колки рафинада ситечка для заварника вазы для сладостей воду для чая предпочитали брать родниковую мягкую чай на такой воде получался ароматным и свежим способ заваривания была схожий с английским в русской традиции правда заваривать чай принято не так крепко как в англии чай по готовили в заварнике и разливали по чашкам не разбавляя водой случае добавления молока или сливок подогревали их и добавляли в чашки до чая традиция делать отдельно крепкую заварку а потом разбавлять водой укоренилась в рабочей крестьянской среде и теперь почему-то считается народным способом но учитывая что чай при таком способе получается значительно хуже чем заваренный правильно лучше не использовать его существует традиция завершения чаепития в классическом русском варианте 18 19 века это представляло собой перевернутый вверх дном стакан или чашку поставленную на блюдце несколько позже на европейский манер стали класть ложечку в чашку чайная ложечка в пустой чашке была знаком того что гость больше не хочет чаю нельзя было быть на чай чтобы остудить его извякать ложечкой размешивая сахар правила хорошего тона диктовали что ложечка не должна касаться стенок чашки а по окончании размешивания не оставаться в чашке наливать чай в блюдце и пить из него тоже считалось противным этим правилам но как известно чай покупечески опровергал все заморские правила и предоставлял большую свободу за чайным столом в царской россии пили в основном китайский чай до 19 века это был исключительно китайский в конце 19 века стал появляться цейлонский индийский до 19 века через китая доставленные по суху ценились очень высоко они не портились в дороге не отсыревали хотя и были очень дороги такой чай ценился европейскими гурманами которым был недоступен дорогой китайский чай они покупали его в россии за большие деньги в середине 19 века китай резко урезал поставки чая в европу а некоторые сорта и вовсе запретил к вывозу для россии наоборот было сделано исключение и наши предки могли насладиться эксклюзивным желтым чаем недоступным для европейцев в конце 19 века в россии стали продаваться чай из индии цейлона появились первые урожаи чая из грузии и краснодара индийский чай всегда был ниже сортом и дешевле китайского были исключения высокогорные чаи северной индии или горных районов цейлона такой чай шел в массовую продажу и пользовался успехом у неискушенной публики или в трактирах индийский чай можно было заварить крепко и экономно а его назначением чаще всего было напоить и согреть черный чай стал чаем для пирогов трактирным чаем позже ту же нишу занял и грузинский который был еще ниже сортом и продавался в составе смесей купажей краснодарский чай всегда стоял отдельно ото всех известных чаеводных районов опыты по выведению чайного куста в достаточно холодных условиях были успешными и интересный специфический вкус краснодарского чая нашел своих почитателей однако трудоемкости высокая цена родного чая не позволяла и до сих пор не позволяет ему конкурировать с китайскими индийскими сортами в двадцатом веке китайский чай пили до 70-х годов пока не обострились отношения с китаем с 1970-х перешли на цилонский индийский чай а также грузинский и краснодарский которые появились еще сто лет назад но считались низкосортными шли только на подмеск недорогим китайским и индийским сортам в 80-х годах двадцатого века в ссср резко ухудшилось качество возимого чая в первую очередь из грузии в 90-е в россию просачивался и высококлассный китайский чай вместе со знанием о китайских традициях но основная масса чая была очень низкого качества сейчас в магазинах преобладают дешевые сорта цилонского чая вторым по популярности можно назвать индийский далее следует китайский кенийский иванский вьетнамский турецкий иранский и завершает рейтинг краснодарский чай грузинский чай совсем исчез из продажи из-за его низкого качества что касается дорогих чаев их выбор настолько велик что каждый имеет возможность выбрать чай по своему вкусу продолжение следует